Так, день следующий. Тот же Renault Logan. Та же самая проблема. При включении габаритов включается зажигание и бензонасос. Проблема вывезла таким образом, что при попытке заглушить двигатель ключом он продолжал работать. И через какое-то время я понял, что двигатель можно заглушить только выключу габарит. С выключенным габаритом все работало стабильно, как и должно быть. Вчера я психанул, заехал на мойку, обмыл аккумулятор. Все жгуты. Ситуация не изменилась. Все эти релюхи поменял по кругу. Эти тоже предохранитель вынул. Все прошевелил. Никаких результатов. Так же поменял габариты. Проектёр фары. Результата ноль. Позвонил Александр Семашкин. Мой приятель, давнишний автоэлектрик. Я говорю, Санек, в чем проблема? Он говорит, ищи замыкание. То есть где-то петалово идет по габаритам, замыкает. Снял кожух пудролевого переключателя, панель приборов. Сначала думал, что масса слабая. Потом была мысль поменять контактную группу, но потом подумал, если без габарита все работает стабильно, причем здесь контактная группа. Оставил эту попытку. Хотя тут все уже разлохматил. Замок сжигания снять не смог, поскольку он там стоит как-то непонятно. То есть сама контактная группа, она где-то внутри. И вот эти провода не просто не дают вынуть замок сжигания. Также я снял магнитолу. Думал проблемы в ней. Эффекта тоже никакого нет. Снял вот этот панель стеклоподъемников всей вот этой лабуды. И уже сняв все вот эти вот фишки, проблема ушла. Что еще могу сказать? В общем габариты включены. Сейчас. Ну то есть включаем габариты. Сейчас включается зажигание и бензонасос. Когда габариты выключены, при включении зажигания подсветка вот центрального табло, она должна быть яркой. Она горит, как будто габарит включен. Проблема была в левом стеклоподъемнике. То есть шевелю я саму фишку и появляется вот эта вот проблема. Сейчас вот габариты включены. Фишку я не трогаю. Включаю зажигание. Выключаю габариты. Подсветка горит ярким, как и должна быть. Шевелю опять разъем. Идет петалово по габаритам. На замок зажигания, как я понял. Поскольку я не автоэлектрик. То есть проблема в клавиши стеклоподъемника левого. Сейчас я поменяю местами справа. Поскольку я эту клавишу уже менял. Думаю, проблема уйдет. Также я здесь вот вставил вольтметр китайский. Подключил его как раз вот к левой клавиши. Но поскольку я с ним езжу уже года четыре, никаких проблем до этого не было. Сейчас я поменяю кнопку местами. Посмотрим все. Получится. Так, клавиши поменял. Включаем габарит. Ничего не происходит. Шевелю разъем. Ничего не коротит. Начинаю шевелить. Правый стеклоподъемник. То есть сама клавиша замыкает внутри. Поскольку она китайская. Где-то года три назад я ее менял. Проблема в ней. Сейчас я ее отключу. Что мне мозги не делал больше. И будут собирать уже все на место. Да, кстати, вот когда клавиши находятся в замкнутом положении. Стеклоподъемники работают. Хотя ключ зажигания лежит на панели. Так, пособралось тут все на место. Включаем габарит. Ничего не происходит. Сжигание. Выключаем габарит. Все работает в штатном режиме. Какую мораль из этого видео можно вынести. Ни хера курить в машине. Не будет у вас проблем с электрикой. Кому понравилось видео ставьте лайки. Кому не понравилось дизлайки. А также переходите на канал Александра Семашкина. Ссылка будет в описании. На этом я видео заканчиваю. Всем пока.